Добрый вечер! Вы смотрите «Вопрос с пристрастием» в студии Аксана Антоненко. Кому мешает памятник победы и о чем мечтают рядовые латыши? Об этом сегодня поговорим с публицистом, редактором латышской ветки портала «Имхаклаб.ЛВ» Кристианом Розенвалдсом. Кристиан Розенвалдс родился в 1972 году в Валмере. В начале 90-х годов работал в представительстве Латвии в Москве. Затем возглавлял «Латвияс Мэдэйфонс». С 1996 года руководил Балтийским информационным центром в Москве. В марте 2004 года президент Литвы Роландос Паксос вручил ему орден за заслуги перед Литвой. С 2000 года директор и совладелец агентства РКТ «Публицитаты». Читает лекции в ряде латвийских и зарубежных вузов политолог. Добрый вечер, Господин Розенвалдс. Добрый вечер. Давайте начнем с самых основ. На портале «Манабал.СЛВ» собрано уже больше 10 тысяч подписей за снос памятника победы в Пардагу. И как относитесь к этой инициативе? Ну, я и не поддерживаю эту инициативу. С другой стороны, то, что они соберут эти 10 тысяч, я предполагал. Это есть количество тех людей, которые поддерживают национальных взглядов и, может быть, так и более радикальных взглядов. Я думаю, что их на самом деле даже больше, чем 10 тысяч. И я это воспринимаю адекватно. Это нормально, что есть в каждой стране люди, которые более-менее радикально настроены. И они будут. С этим надо смириться. Другой вопрос. Как поведут себя Центр? И, к сожалению, у нас тут проблема такая, что мы привыкли к тому, что Центр, всякие пан-партии, так называемые центристские, вместо того, чтобы принимать активную позицию, высказывать мнение. Ребята, вот была такая инициатива, но мы ее не поддерживаем. Поэтому, поэтому, поэтому. А у нас наоборот. Мы привыкли, что Центр ожидает преимущество Центра не иметь мнения, не высказывать мнение. И тогда в этом случае будет поляризация только того, что будет мнение и тех 10 тысяч, которые собрали подписи, будет тех 10 тысяч, которые не поддерживают таких подписей, будет явно охранять и создавать тон в другом лагере. И мы будем жить опять в той глупой повестке дня, где самый главный вопрос, который будем решать, это будет не вопрос социальный и другие вопросы. Мы будем решать вот этот вопрос, который опять будет царствовать повестке дня. Это меня волнует. А на Ваш, для чем эта история, как эта история будет развиваться? Теперь, насколько я понимаю, законопроект должен попасть в САИН, где будут рассматривать сначала комиссию, а потом, возможно, и на пленарном заседании. Как поведет себя, на Ваш взгляд, Центр в этом вопросе сноса памятника? Ну, трудно гадать. Но я надеюсь, что те люди, которые понимают, что любая активизация национального вопроса вы как бы отнимает то данное перемирие, даже неправильно, может, шло, тот статус ко, который у нас есть, который по большому счету, ну, там есть проблемы, но он всех устраивает. Но мы живем нормально по большому счету. Да, есть там проблемы с той стороны, с этой стороны, но мы живем, живем завтрашним днем, каждый лично. Я не хотел бы сказать, что у нас есть сильные противоречия в национальном уровне между людьми на улицах и там подобное. Но я боюсь, что этот статус ко может немножко рушиться из-за того, что сейчас происходит. Если люди, которые ответственные, это поймут, и это будет как бы святошки отбегать, супер, тогда ничего не будет. Просто будет 10 тысяч этих самых голосов. Парламент большинством примет решение, что типа не продолжаем, потому что это же только вещь, которая называется, мы открываем дверь, чтобы прийти в парламент. Нет, парламент спокойно принимает решение, что, ребята, это не тот вопрос, который сейчас актуален, и вопрос, как бы, снят с повестки дня. Хорошо, так или иначе, даже тот же центр, любая, в принципе, партия в Сейме, любой политик заинтересован в том, чтобы понравиться или хотя бы не разозлить своего избирателя. На ваш взгляд, все-таки избиратель в данном случае в чем заинтересован? Потому что вроде как бы тоже единство никогда не отличалось особенным радикализмом. Тем не менее, когда речь зашла о референдуме о двух государственных языках, позиция единства была весьма понятной. Ну, это все-таки не одинаковые вопросы, потому что одно дело, латышский язык, который, ну, там есть какие-то аргументы, которые и адекватны, да. Ну, здесь есть тоже вполне рациональные аргументы. Памятник, точнее говоря, парк Победы планировался в честь совсем другой Победы, планировались там совсем другие постройки, там, кажется, амфитеатр или еще какой-то центр. Разные там были инициативы в свое время, и в разных отрезках времени. Мы же понимаем, живя в этой полулицемерном государстве, время тоже лицемерное по всему миру, что это не идет вопрос о восстановлении чего-то. У них есть очень конкретная инициатива, чтобы сделать зло, как бы, там, сделать пакость, если правильно используется русское слово, для того, чтобы, типа, ну, отомстить, мстить и там подобное. Это не одно и то же. Кому мстить? Условно говоря, оккупантам, русским, не своим, чужим и там подобное. За что, тоже, как бы, непонятно, да. Но, то бишь, когда речь, главное, идет не о том, чтобы, как бы, восстановить, но, там, навредить, то, безусловно, те, которым ты вредишь, они тоже, как бы, должны быть электризированы, они должны сделать, как бы, встречные шаги и там подобное. Я, вообще, еще раз, я очень боюсь именно того, что на данный момент, когда мы должны найти новую повестку дня, что мы делаем, куда мы идем, как мы идем, с кем идем и там подобное, когда есть полное отсутствие дискуссии на тему про завтрашний день у всех политиков, потому что ответа-то нету. Ну, а что будет с Евро? На самом деле, в целом, что будет с Евро? А что будет, там, не знаю, с развитием Европы? Как, вообще, мир развивается? Ясно, что, там, американский пузырь, там, китайский, ну, для нас это, такие, ну, глобус непонятного, да? И в тот момент повестка дня, в которой ты должен, как бы, себя позиционировать, ты за или против памятника, и ты должен, там, заниматься каким-то, ну, ерундой, памятниками, да? Она многих устраивает, потому что в этой маленькой, вот этом маленьком глобусе очень-очень много людей, которые, как бы, понимают, что надо делать, там, типа, в шашки играть, там, в фишки, ну, там, все понятно. Из этого есть люди, которые, как раз, как бы, кажутся, что это только националы. Нет. Со всех сторон есть заинтересованные люди, которые в этой повестке дня заинтересованы. Получается, что вероятность того, что СЕИМ поддержит этот законопроект, весьма велика? Я думаю, что СЕИМ не поддержит. Если вы говорите, что СЕИМ политикам выгодно отвлекать внимание. Нет, вопрос в том, что, я думаю, что СЕИМ не поддержит, но то, что СЕИМ этот вопрос не поставит таким ребром, что, типа, ребята, все, вопрос снят, переходим к другим вопросам, такого тоже не будет. А как будет? Потому что, чтобы перейти к другим вопросам, во-первых, надо иметь других вопросов. А каких? И, ну, еще раз, что мы можем сейчас делать срочно для того, чтобы увеличить пенсии, чтобы было больше рабочих сил, чтобы люди вернулись? Это понятно. То есть, все-таки, как будет развиваться история с памятником Сэмми, на ваш взгляд? Я думаю, что он будет такой надолго и затянут. Типа, чтобы все предвыборное время мы про него как бы тусовали. И за это время тусовки центристы будут как бы прикидываться, насколько они центричны. Мы левые или там правые, как там правые и левые, и всем будет очень-очень успешно. Вот это есть то, что меня волнует. Вместо того, чтобы принять решение, что, ребята, уходим, этот вопрос не актуален. Он, его, нет, про него можно дискутировать где-то в кругах каких-то, но его не надо поднимать и с помощью этого вопроса затягивать людей еще больше, как бы, спору. То, что меня еще волнует, мне волнует то, что, когда есть вопрос на тему, ты поддерживаешь инициативу, ну, типа, именно таким образом, чтобы снести памятник? Ну, да, да, ну, нет, нет, условно говоря, нет, это же слишком такая радикальная, это может повлиять на то, чтобы люди были бы, типа, там, взволнованы, там, подобное. А закроем глаза, вот Кристин Юрисович, средний латыш, условно говоря, а ты поддерживаешь, чтобы памятника не было? Ну, типа, вот если ты завтра проснулся бы, и все было хорошо, и памятника нету. Да, я думаю, что большинство латышей поддерживает то, чтобы памятника не было. Ну, только, как бы, нет за то, чтобы его, как бы, снести. А как же можно добиться, чтобы памятника не было, если его не сносить? Нет, еще раз, ну, 2013 год, октябрь, люди в полудепрессионном формате, много разочарований и тому подобное, мы очень живем в каких-то своих иллюзиях. А если вдруг ты просыпаешься, а памятника-то нет? Супер. Хорошо, исходя из... Как это было, помнишь, сто лет назад, условно говоря, сто, по-моему, в прошлом тысячелетии, какой-то...